В Карпинске, в тамошнем городском суде, судья Елена Таргашина вынесла суровый приговор пьяному тройному автоубийце Дмитрию Курочкину, который учинил лютую автокатастрофу после окончания горного марафона «Канжак-2019». В свое время это была очень громкая трагедия, мы о ней не единожды рассказывали, но вот для виновника наступил судный день, и в этой связи позвольте вкратце взрыхлить фабулу в памяти. Дело было 6 июля прошлого года на северах опорного края державы в окрестностях горы Канжаковский камень, высшей точки Северного Урала, на которой в тот день проходил марафон «Канжак». Было много участников, было много зрителей. Сам Дмитрий Курочкин тоже работал на «Канжаке», он на грузовом Урале с цистерной, заполненной дистопливом, возил по окрестностям и заправлял всех причастных к «Канжаку», нуждающихся в топливе. Когда горный марафон завершился и люди стали растекаться по домам, Дмитрий Курочкин намахнул алкоголя и в 10 вечера поехал на бензовозе с гор вниз, с Иовского плато в сторону дороги Карпинск-Кытлым. Сначала его тормознули два туриста, возвращавшихся с марафона, попросили подбросить до дороги. Он их посадил в кабину. Чуть позже и ниже ему на пути встретились еще 8 туристов, и пьяный ураловод посадил и их. Поскольку мест в кабине больше не было, семеро поехали стоя на площадке между кабиной и цистерной, ну а восьмой вообще залез на саму цистерну с солярой. Ну и в итоге случилось худшее. Накиданный пилот Курочкин не справился с горной трассой, и на повороте дороги Карпинск-Кытлым Урал улетел в кювет и загорелся. Пожарно-техническая экспертиза установила, что воспаление случилось из-за того, что топливная система грузовика при падении в кювет разгерметизировалась, и топливо попало на нагретые детали Урала. Сам Дмитрий Курочкин вовремя увидел опасность, крикнул «спасайся, кто может» и успел выпрыгнуть из кабины. Остальные нет. В результате возгорания цистерны с солярой три пассажира погибли на месте. Это Олег Гец, Людмила и Павел Просовские. Остальные семеро травмировались. Из них шестеро навредили здоровью до средней степени тяжести, а травмы одного медики оценили как тяжкий вред здоровью, а это уже уголовка. Дмитрию Курочкину вменили 264-ю статью УК. За тяжко-покалеченного в пьяном виде вторую часть – это до семи лет зоны, за троих погубленных в пьяном виде шестая часть – это до 15 лет неволи в пиковом случае. Карпинская судья Елена Таргашина выписала тройному пьяному автоубийце Дмитрию Курочкину 8 лет… О нет-нет, не как это зачастую бывает в России – колонии-поселения. Нет. 8 лет зоны общего режима. Плюс к этому Курочкин по вердикту Фемиды обязан выплатить одному из покалеченных 194 тысячи рублей за лечение. Приговор пока еще обжалованию подлежит. Хочу извиниться перед родственниками, пострадавших и погибших. Я не имел слова обысла. Простите меня. Продолжение следует...